К 20 октября реконструкция Цивильского моста должна быть завершена. Такой срок указан в контракте. Подрядчик уже приступил к ремонту. Дождались. Так можно описать реакцию автолюбителей и местных жителей. Дорожная техника пришла на Цивильский мост около двух недель назад. Катки, грейдеры, бульдозеры. На участке круглосуточно работает 17 единиц техники и более 40 рабочих. Сейчас подрядчик укладывает основание дорожного полотна, но это только начало работ. Впереди их немало. Посмотрите, дорожникам предстоит уложить около 20 сантиметров асфальтобетона, чтобы машины наконец смогли здесь проехать. Общая протяженность будущей дороги 2 километра. Стоимость контракта 282 миллиона рублей. Заказчик Волговяз Купоравтодор. По водоотведению здесь предусматривается устройство двух водопрапустных труб. Потом придется устраивать ливневки для отвода воды, канализации и плюс очистные сооружения. Также мы предполагаем здесь, чтобы в целях безопасности, мы предполагаем здесь делать барьерное ограждение на всем этапе дороги. И также здесь будет устройство электросвещения. А еще в этих же целях установят остановочный павильон в районе деревни Три Избы. Завершить реконструкцию должны в октябре. За качеством работ проследит стройконтроль. Будет мониторен ситуацию на объекте, будет отбирать керны, будет испытывать на лаборатории и присутствие заказчика. Порядка четырех лет гарантийное обязательство будет нести подрядная организация, которая будет выполнять здесь работы. Гарантийное обязательство несет и первый подрядчик Волгомост. Напомним, он изначально отвечал за реконструкцию моста, но выполнил лишь часть работ. Если начнутся разрушения полотна, он обязан будет их устранить. Если они будут выполнять, будем разбираться через суд. Но если ситуация будет крайняя, будем искать какие-то резервы. За ходом ремонта проследит и республиканский Минтранс. Такой многосторонний контроль должен помочь, наконец, поставить точку в истории, которая тянется пять лет. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика.